здравствуйте дорогие друзья дорогие товарищи взрослые вы в гостях у тети вали в гостях у гостях на канале юрий лариса иванова если кому-то интересны наши заготовки по милости прошу на нашем канале есть плейлист заготовки на зиму если кому-то пригодится буду очень рада также хотела бы поблагодарить вас теперь я перешла на поле чудес то что вы с нами многие подписчики остаются с нами с самого начала одна из таких подписчик подписчиц валентина порошенко привет тебе валюша от нас серия и тонну к нам присоединяется всем большое спасибо и сегодня мы с вами будем готовить баклажан по-корейски да простят меня корейцы это конечно будет всем привет девочки вот смотрите новая печеная корейка кореянка кореянка ты хоть здороваться умеешь по корейски нет не то что я претендую на их блюдо нет но я его готовлю по-своему но почему бы и не отправить правда же желательно бы научиться хотя бы подарок руки я буду стараться и в общем этот рецепт называется кодича баклажаны что я для этого баклажаны полтора килограмма 300 грамм дука 1 стручковый горький перец 1 головка большая чеснока не взвешивала примерно большая головка чеснока я раньше взвешивала 90 грамм 500 грамм перца уже очищенном виде 600 грамм помидор тут у меня 250 миллилитров масла 1 большая ложка горкой сахара и соли соль мне нужно будет по вкусу но вы все увидите если будете смотреть также мне нужен будет молотый кориандр и уксус 70 процентный ну и все пожалуй также также мне мы нужна моя книжка такая заезженная вот этот у меня рецептик мне пригодился что я хочу сказать у меня как-то спросили как делать из 70 процентной уксусной кислоты 9 процентной 7 процентной и вот эта шпаргалка тогда же когда я начала писать эту книжку я себе вот такую шпаргалочку написала вот можете посмотреть может кому-то пригодится а сейчас мы будем готовить баклажаны мне нужно порезать очень крупной соломкой баклажаны солим видите 1 столовая ложка с горкой соли и перемешиваем чашки и даем им постоять лук нужно порезать полукольцами у меня лук домашний он очень мелкий сейчас вот этот я его и использую перец нужно порезать соломкой помидоры мне нужно порезать очень крупно помидор я дорезала чеснок у меня я буду класть уже в самом конце перчик тоже все эти соль сахар все буду в конце уже добавлять баклажаны у меня пока стоят соли сейчас я иду это все обжаривать я наливаю в казанчик сразу все масло сюда и она у меня будет прогреваться масло прогрелась высыпаем лук и обжариваем его а я пока у меня обжаривается лук буду промывать баклажаны баклажаны нужно поменять воду 2-3 раза промыть их хорошо тщательно теперь их нужно немного отжать лук я обжарила напряжение никакое сегодня теперь мне нужно туда пустить перец обжаривать все вместе после того как я обжарила перец вместе с луком я добавляю помидоры все овощи что у меня находится в казани все что я сложила я уже так вот жарю тушу уже 20 минут добавляю баклажаны добавила все баклажаны прикрою крышкой пусть они уменьшатся немного в объеме у меня уже там почти готова поэтому мне нужно порезать чеснок и перчик тут же я перчик крошу семенами чтобы было поострее примерно за 7 минут до готовности но вы определите под баклажаном готовность мы высыпаем сюда сахар теперь солим я вот такую ложку столовую вы по вкусу смотрите теперь насыпаем сюда чайную ложку кориандра молотого и высыпаем также сюда чеснок и перец горький наливаем чайную ложку 70 процентной уксусной кислоты полную все перемешиваем и готовим еще 7 минут у меня пока греются банки все у нас готов все готова остается только разложить по банкам у меня вот получилось 5 пол-литровых и одна маленькая 300 грамм баночка и но я оставила нам так бы 6 пол-литровых баночек вполне бы получилось очень вкусная закуска закуска на зиму к дича так что не пожалеете если приготовите я с вами прощаюсь всем пока пока мне осталось только прикрыть баночки чем-то тепленьким чтобы они остыли под одеялком и уже нужно уплетать закуску всем пока пока до новых видео пока пока а Субтитры сделал DimaTorzok